Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как избавиться от негативных мыслей, какие-нибудь техники, медитации, аффирмации просит человек нас подсказать? Ну, смотрите. Во-первых, я думаю, что не составит труда вам при желании найти эти самые техники, вот. Потому что, ну, блога есть в интернете. Вот. И я думаю просто, что загуглить это, в общем-то, не сложно. Вот. И как-то вот, ну, как-то, ну, изучить, да, если вам это, вот, если вы считаете, вам это нужно, то, ну... Я думаю, что не проблема абсолютно это сделать. Вот. В этом смысле, в этом смысле, ваш вопрос, он, ну, как-то, знаете, не совсем понятен, да, потому что, потому что, ну, можно, вот, значит, получить, так скажем, всю необходимую информацию, вот. Вот. И я думаю, что сложность это, ну, как-то вот, сложность это представлять не должно. Вот. Ну, на мой взгляд, конечно. Вот. Ну, дело в том, что, на мой взгляд, техники и аффирмации, ну, являются такими, знаете, достаточно ограниченными. Ограниченными по своим действиям, вот. Потому что они выправляют только симптоматическую часть, вот. Вот. Но не выправляют причину, вот. А причины? Причины, часть, она очень важна, вот, в этом смысле. Потому что, ну, вот, собственно, как-то, это является определяющим фактором, да, определяющим моментом. И, соответственно, ну, в первую очередь, обратить внимание, на мой взгляд, нужно именно на этом. Вот. Поэтому, значит, негативные мысли, которые у вас появились, вот, являются следствием определенных чувств ваших, вот, и на мой взгляд, нужно преследовать их, преследовать, вот, ваши чувства, да, вот. Для того, чтобы посмотреть, что их, собственно, вызывает, да, то есть, вот, ну, конкретно. Что конкретно вызывает ваши переживания, переживания. Вот. Сейчас, на данный момент, можно предположить, что их вызывает, ну, собственно, вот, какая-то злость, да, то есть, агрессия, вот. Какая, вот, вызывает, значит, какие-то такие вот, если можно так выразить, да, какие-то такие отторгающие переживания. Вот. И, собственно говоря, наша задача заключается в том, чтобы выяснить, что это за чувства, как они себя обнаруживают, то есть, что влияет на их появление, вот, и помочь вам их выработать. То есть, не подавлять их, как это вот можете делать сейчас вы, а именно вот выражать самым активным образом, потому что для чего-то вам они нужны эти чувства, для чего-то вам они необходимы, зачем-то вам они нужны и зачем-то вам они, ну, для чего-то они появляются, вот. Хочется сказать, что если вот такие чувства появляются, то их предназначение, это сохранить целостность личности. Вот. То есть, ну, защитить личности, вот, защитить целостность, ну, психики, вот. Не дать, не дать, не дать ей, то есть, психики, не дать психики, значит, значит, как-то, вот, расстаться, вот. Поэтому, большая опасность, я отношусь, вот, к тому, когда, ну, говорят, избавиться от негативных мыслей, да, вот, потому что, ну, негативные мысли, они для чего-то нужны. И то, что они выражаются, вот, ну, проявляются, точнее, несколько не тем образом, который, который вам хотелось бы, да, то есть, вот, другим образом проявляются. Вот. Вот. Это для них полезно. Больше говорит о том, что вы их, ну, подавляете как-то, как-то, вот. То есть, ну, запрещаете себе их, значит, их иметь, их ощущать. Вот. Вы их запрещаете себе. Поэтому, задача психолога заключается в том, чтобы вы себе их разрешили. Вот. Задача психолога заключается в том, чтобы вы их осознали, посмотрели. На них, может быть, немножко под другим углом, вот. Не под таким углом, значит, как-то, вот, сейчас вы их видите, да, то есть, сейчас вы их видите только, вот, негативно. Вот. Ну, потому что вам они мешают жить, вы с ними боретесь. Ага. И это понятно, что они вам мешают, по крайней мере, так это, ну, так это может выглядеть, что они действительно могут вам мешать. Но, в общем и целом, очень часто, по крайней мере, вот, в моей практике ситуация складывается так, что человек, который запрещает себе определенные, значит, ну, определенные эмоции, да, запрещает себе определенные переживания, вот. Такой человек, он, на самом деле, борется, вот, не много, не много, не мало, да, такой человек борется с, знаете, знаете, борется с устоянием, принявшимися такими представлениями о себе, вот. И эти, эти представления о себе, да, они довольно устойчивые могут быть, эти представления о себе могут быть довольно агрессивные даже, вот. Они могут быть довольно, ну, неприятны, вот, потому что они, в общем-то, ну, они, как это сказать, да, они довольно активно стараются, ну, вот, управлять человеком, вот. И, вот, и, в общем-то, мешают, ну, мешают человеку жить, и, вот, как-то, вот, значит, ну, жить и существовать, вот, вот, ну, так, как вот ему бы хотелось, вот. Вот, к сожалению, вот. А вы, вы, вы данное сопротивление рассматриваете, как, значит, желание, нажелание, такое стремление остаться в той парадигме, в которой вы привыкли находиться, ну, вот. То есть, вы, вы видите, вот, а, ну, вы видите, а, эту, а, ситуацию вот так. К сожалению. К сожалению. Вот. Естественно, ну, обвинять вас никто ни в чём не собирается, потому что вы ни в чём не виноваты. Вот. Так сложилась ваша жизнь. И, тут, дело заключается не в том, чтобы, например, вас обвинять или в кого-то ещё. Вот. А дело заключается в том, чтобы, на мой взгляд, поспособствовать тому, чтобы вы, вот, как можно быстрее, значит, ну, ну, если бы вы как можно быстрее сформировали такое, вот, знаете, как это сказать, новое, 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 новое или новые представления о себе, которые вам реально помогали бы жить. Вот. И негативные, негативные чувства, вот, ваши негативные чувства, они, как это не парадоксально, вот, являются, знаете, как, вот, таким, ну, таким, знаете, звоночком. Звоночком, да, они являются таким сигналом, маркером, индикатором, что если хотите, если угодно, вот, для вот, значит, ну, для вот этого. То есть, то есть, через, через, через негативные мысли ваши, ваша психика пытается о себе заявить, вот. А, что делаете в этом, в этой ситуации, что делаете вы, вы, вот, к сожалению, да, в этой ситуации вы пытаетесь это подавить. Ну, вот, это, конечно, очень-очень грустно, очень-очень, печально, вот, наблюдать ее, печально это, видеть, вот, как вы ее спрашиваете. Вы задаете вопрос, вот, относительно, ага, ну, вот, относительно того, что вам делать. Вот, я думаю, что, вот, вот так, вот так, примерно, примерно, такой ответ вам можно дать, и примерно, такой ответ вам можно предложить. С точки зрения, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. А, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Я надеюсь, что вам это было, ээээ, полезно. Вот. Продолжение следует...